Блев-клуб Речь заходит об этих людях Я сразу вспоминаю фильм Я шагаю по Москве Там две команды Помните, на время На счет раз-два-три Рисовали лошадь Вы уже, наверное, догадались Что речь идет о художниках Карикатуриста Так, итак, сегодня в Блев-клубе Художники, карикатуристы Я с большим удовольствием Сюда, за игровой стол Нашего Блев-клуба Приглашаем создателя Высшей театральной премии Санкт-Петербурга Валерия Зимцова Валерий, добрый вечер Ну, я так понимаю Вот это вот создатель Вот этой премии Золотой софит, да? То есть ты вот эту вот Статуэтку создал Да, эскиз был мой И просто все ее так вот Ну, вообще, я знаю, что ты занимаешься Вот коллажами, да? Ну, все вместе А это как бы так вот Одна из просто веточек таких Которая была Веточек Веточка такая Такая золотая веточка Да Ну, все очень просто Я вот заметил, что ты куришь Вернее, знаю, что ты куришь Поэтому веришь ли ты, что можно Закурить запросто Вот можно прикурить От сапога При этом, чтобы спичек не было Верю Веришь, что от сапога можно прикурить? Да, да Ты правильно делаешь, потому что А как можно от сапога? Я не знаю как, но я знаю, что можно Ну, действительно, можно. Вот, видишь, я тебе дарю такой сапог, и от этого сапога ты теперь будешь... Классно. Спасибо. Прикурно. Спасибо. Теперь твой розыгрыш. А ты веришь, что ты у меня вот здесь вот, в левой руке? Веришь? Вот здесь? В левой руке. Нет, не верю, потому что до этого ты руку нормально держал. А вот ты у меня здесь. Сережка. Пожалуйста, занимай место за нашим игровым столом. С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блэк-клуба, я приглашаю художника-карикатуриста, главного художника газеты «Час Пик» Николая Воронцова. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как всегда, мне так нравится вообще людей обманывать. Вот, Николай, вот, ну, ты человек женатый, да? Пришлось. Пришлось, хорошо сказал. Николай, вот, веришь ли ты, что ты сейчас снимешь очки? Так. И я сделаю так, что тебя жена родная не узнает. Причем, не, ничего, бить не буду. Просто ты снимешь очки, ну, так на всякий случай снимешь очки. Не узнает, а где я буду жить? Она домой меня не пустит. Ну, веришь или не веришь? Верю. Веришь? Ну, снимай тогда очки. Какой-то доверчивый человек. Надевай другие очки. Можно к жене подойду? А пускай посмотрит. А к жене можно подойти, проверить тест? Здорово. Здорово. Не узнал. Не узнал. Не узнал. Николай Воронцов, это тебе нападет. Погнал, что было место за нашим игровым столом. Большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блэк-клуба, я приглашаю обладателя 10 международных конкурсов, естественно, карикатуристов, художника-карикатуриста Александра Сергеева. Александр, добрый вечер. Вот микрофон. Ну, с папочкой, да? Там наверняка есть лист белой бумаги. Есть лист белой бумаги? Итак, Александр, веришь ли ты, что я тебе подарю обыкновенный карандаш, и ты этим карандашом ничего не сможешь написать? Вот, обыкновенный карандаш. Чтобы я не смог? Да. Не верю. Ну, вот, пожалуйста, давай я подержу папочку. Там есть лист белой бумаги? Вот так вот, чтобы положить его, чтобы все видели. Вот так вот, держи, чтобы вот так вот, держи, теперь рисуй, да. Рисую. Ну, рисуй. Ничего. Ну. Да, потрясающе. Нет, тут есть грифель, но грифель сделан из резинки, из резинки, поэтому она ничего не рисует. Это вам подарок. Спасибо. Асян, теперь твой розыгрыш. Сергей, веришь ли ты, что выставка наших работ, которая побывала в Германии, в Русском музее, теперь для нее открыла свои двери пирожковая? Обыкновенная пирожковая? Обыкновенная пирожковая. А вам самим нравится пирожковая? Почт. Наводящее. Тогда верю. И правильно делаешь. Есть такая в Ленинграде пирожковая. Где это будет? И вот каталог. На Невском есть такая. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что поскольку сегодня у нас в клубе играют художники-карикатуристы, то карикатур наверняка во время игры будет много. Да? Безусловно. Александр Сергеев, пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ситуация. Ситуация. Это около площади мужества. Там есть общежитие для восточных этих вот всяких студентов. Там и негры живут. И вот такая там ситуация. А рядом стройка. Стоят два чувачка пьяненьких таких. И скребут на деньги. Ну, это наши два мужичка. Податенькие. И вдруг вот... И у них нет денег. Так что не хватает немножко. И вот так вот все срослось, что идет пьяненький студент. Негр. Пьяненький? Ну, пьяненький. Да, податенький. Это история. Они говорят, слушай, комрад там на пальцах объясняет. Давай выпьем это в деньги. Он соглашается. Они берут бутылку водки. А где это все сделают? И вот рядом, значит, там стройка. Они заходят туда. И там вагончик. СМУ. Вот где там раздевалка, где они обедают. Строители, где переодеваются. Строители. Постучались, так открывают дверь. Заходят там стол. Значит, знаете, там каски. Спецодежда висит. И на лавочке около окна спит какой-то рабочий. Спецодельник. Тоже, видимо, датенький. Но потом как выяснит. Они слушают, говорят, можно, говорит, мы это, говорит, у тебя здесь. Он говорит, да, там пьяно, да, немножко. Ну, вот там и стакан, там луковка мог есть, вот это все. Ну, и опять спать. Они сели, выпили, поговорили, то да, все. И вдруг негр ломается. Сон, сон вот так. Ну, как-то то ли больше было. Не выдержал просто человека. Не выдержал. Подготовки-то нет. И эти два приятеля говорят, слушай, что делать-то с ним? Да, говорит, давай оставим, он тут выспится, потом уйдет. Да неудобно, говорит, как-то вроде бы такие. Давай, говорит, его на воздух-то вынесем. Давай. Они берут его, значит, и выходят. Один берет за плечи, значит, ноги выходят. В это время просыпается тот, кто спал в бытовке. И так, говорит, ребята, говорит, ну, это не честно. Говорит, я вам стаканчик, говорит, все, а вы меня руберой тырите. Видишь ли вы это, меня? Верю. И правильно делаешь. Это правда? Это действительно правда. Я первое очковицу обращаю тебе и поздравляю. Спасибо. Поля в клуб. Да. Значит, история такая. Дело было в Гамбурге. Вот, город-герой Гамбург. То есть, очередная выставка в Гамбурге. Да, очередная выставка, значит, и мы там, кроме всего прочего, еще рисовали портреты, шаржи, в общем, занимались своим любимым делом. Очередь немцев, рисуем, рисуем очень много. Подходит какой-то молодой человек там в процессе работы в один из дней. Говорит, у меня для вас заказ. Не могли бы вы с нами проехать и порисовать вот моих сотрудниц? Я говорю, куда? На репербан. Сотрудница. Да. Вот. Ну, я не знаю, все ли знают, что такое репербан. Да, репербан – это там, где стоят такие веселые девчонки, которых можно взять на ночь. Да, самый веселый квартал Гамбурга. Да, можно посмеяться с ними, можно еще что-нибудь поговорить. Но деньги придется платить при этом. Да. Ну, договорились. Вот. Приехали. Начали рисовать. Нарисовали всех. 18 девушек. Устали. За день все-таки такая работа. Причем… Александр, зря вы сейчас эти рисунки сюда не принесли. Мы бы сейчас посмотрели бы. Я, честно говоря, их отложил. Но я не знаю. Ну, потом посмотрим. Вот. Нарисовали. А потом в конце уже, когда уставшие спрашивают, а деньги, деньги? Они говорят, как? Какие деньги? Так, пожалуйста, с любой девушкой. Натурой. Веришь ты, что так это было? Я бы сказал, верю, что воспользовались. А ничего, кстати. Не, ну, я так представляю, ты же не смог бы с собой заработанную эту заработную плату ввести через границу. Ну, зачем ввести? Там прям есть удобство. Я бы и там. Не, ну, он бы заработанные, так сказать, средства растянул бы, привез, растянул бы на годик, там, воспользовался. Я такое чувство, что Николай завидует, поэтому оттягивает этот момент, чтобы сказать, да или нет. Нет, верю. Хорошо сказал, нет, верю. Веришь, а зря. Веришь, а зря. Сначала, я обручаю второе очко, вот это вот яблоко. Ну, что ж, играем дальше. По тебе, Саша, не скажешь, я на тебя рассчитываю. Дело было в деревне. Опять делать было нечего. Ну, делать было нечего, конечно, нет, там было, что делать. Короче, у одного порядочного хозяина, крестьянина, завелись, у него просто были куры и завелся хорь. А порядочный, честный? Честный. Честный, хозяйственный, да, хороший. Коммунист. Мальчики, мальчики, че-че-че. Не мое? Не мое. Завелся у него хорь. Хорюк. Хорюк. И вот он кур, значит, одну там съест, вторую съест. И вот так вот, ну ничего, он его там и травил, и прочее, все, и поехал однажды в город, купил капкан и поставил капкан. И вот слышит очередной шум в курятнике. Он, включая свет, вбегает туда, и следующая вот такая, значит, там сцена. Хорюк попался в капкан, но зверь настолько самоотверженный, что увидев, что бежит человек, он начинает грызть себе лапу. И в опыхах вот от нервов, значит, там вот своих, он перегрызает не ту лапу себе. Начинает грызть вторую лапу. Ты веселую историю расскажешь. А ты что, страшная история? Ну, честно говоря. Давай тогда я другую расскажу эту историю. Купил мужик бензопилу. И тоже перепутал. Нет, 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 не так. Купил бензопилу себе. Поработал первый день. Вот, да, нет, тоже это было. В деревне был случай. Коля, вот. Поработал, и через два часа она у него сломалась. Рука. Пила. Он ее разбирает. Находит неисправность. А чтобы вот мелкие там детали положил на газетку. Ну, как, ты знаешь, когда там чинить что-нибудь. Гаечки, болтики. Гаечки, болтики, пружинки всякие разные. Начинает там собирать, у него трех гаечек нету. Оказывается, он ходил искал, искал, гуси ходят по двору, да? И съели эти вот гаечки. У него гуси. Гуси. Нет, они блестящие. Он их загоняет в вольер и ждет, когда они покакают. Прошу прощения. А можно было им пургенчику дать, тогда быстрее бы все сделали. И вот, когда он это все промывает, приходит обратно, значит, к своей пиле, начинает ее собирать, а у него гаечки не сходятся с болтиками. Они прошли через зуб гусей, там же песочек есть. И гаечки стали меньше. Тогда мужесек подкладывает и болтики туда тоже им. Тоже делает процесс, повторяю. Они съедают. Гуси. 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 Они так же это все, он так же опять промывает, ждет. И потом спокойно собирают электропилу. Было это, Коля, или нет? Ну, ты даешь историю. Историю. Не, опираясь на свой собственный опыт. Так и про русских умельцев, изобретателей, а? Вспоминаю, как в 6 лет в той же деревне гуси меня покусали. Ну, классно. Я к ним отношусь очень плохо, поэтому верю во все, во все пакости. Итак, Николай верит, а зря, а зря. Я первым очком на этот банан. Валер, включаю тебе и поздравляю. Баляв клуб. Да. В начале рассказа, как обычный эпиграф. Давай. Бородатые мужчины собрались. Бородатые мужчины напились. Злые женщины со скалками в руке бородатым надавали по башке. Те, конечно, протрезвели как один. Вот, как женщины влияют на мужчин. Ну, собственно, теперь и самая история. У меня был приятель, который работал в Харьковском цирке зверей. Этот Харьковский цирк зверей давал много гастролей по стране. В том числе, как-то он оказался в Грузии. В маленьком таком грузинском городке Гурджане. Который ставился тем, что там делали великолепное марочное вино. Ну вот, выступили... Пока верю. Спасибо. Выступили артисты, подборные аплодисменты. Но грузинный народ гостеприимный. Потом, естественно, устроили шикарный банкет. Значит, стол ломился. Ну, примерно как здесь вот у нас ломится. У пананасов. Было много напитков. Не очень ломится. Много тостов. И в итоге все дошли до кондиции. Директор завода винодельческого говорит, пошлите все на мой завод пробовать молодое вино. И вообще у нас существует на Кавказе великолепный обычай. Мы всех гостей приглашаем на завод, чтобы они приняли непосредственно участие в изготовлении молодого вина. Это все было произнесено, естественно, с акцентом грузинским. Все ринулись на этот... И под шофеев. Ринулись на завод делать вино. А там делают как вино? Огромные такие вот диаметр, наверное, чаны, где виноград, надо снимать обувь. И босиком, да? Босиком, да, топать, там, челентано танцевать, да. Стали они танцевать, но, видишь, процесс тяжело идет. Пьяные? Пьяные, это не получается, да. Пладают. Тогда дрессировщик предложил, слушайте, давайте приведем нашего слоненка Гошу. Привели действительно слоненка Гошу, а что? Все можно. Гошу, значит, туда поставили, дрессировщик стал командовать, там, поднимем правую ногу, белую, там, пустом поднимал, потом Гоша поймал ритм, стал топать. Ну, все в другом районе обрадовались, все, процесс пошел, я сок потек. Очень пожилой конференции, он, наверное, еще Ленина объявил. И я очень переживала, что он неправильно меня обняет. Я к нему подошла. А Гоша все топтался, потом, он у нее жажда стал обучить, ну, ну, человек в процессе работы, он всегда... Дорогой, что я знаю, как надо мне взять. И вот наступает ответственный момент. Ну, это принцип банановой республики. Подходит к микрофону, шаркующий поход, переговорит. В общем, топтался, а потом, видит рядом бочка, и засунглосой хобот, высосал, вылакал всю бочку. Правда или нет? Ну, и... Я думаю, что это правда. Это не правда, это не правда. Анатасия, я поздравляю вас за саду. Боша разрезло и понесло. Он пошел в Буяне, пошел в Буяне по заводу, крушить, стулья ломать, ну, как полагается. До Серовщик пытался восстановить, ну, трезвый трезвый трезвый. Серовщика, да, и белянный слон, но здесь ничего не поможет. Только один человек, который не рассерялся, это был директор завода, сказал, я знаю, что я делаю. Выкатил бочку. Бочку открыл ее, а там оказалось, что... Боша как у них, ключащина бросился на бочку, все вылакал, и через пару минут упал, как подкошенный. Значит, такая история. Мораль, конечно, этого рассказа такова, что нельзя мешать водку в спорте. Интересно, правда, не уйдет. Такое грамотное положение. Не понижание. Вот веришь ли ты в то, что слонам тоже нельзя мешать водку в спорте. Верю, безусловно, верю. Итак, Саша, верю. Муж мой, напрасно. Пропадать. А зря, а зря. Я первый очковый, это вот банан. Николай, вручаю тебе и поздравляю. Давно у тебя не было фруктов. Саша, ты знаешь, что я много лет проработал слесарем. Знаю. Параллельно я делал там коллажи и прочее, все это. А вот до того, как стал я слесарем, потом ты сейчас не поймешь, почему я ушел в чистый слесарь. Потому что я пошел на техника стоматолога. Из слесаря? Нет, до этого. До того, как я стал вообще слесарем, я просто, ну как бы там себя искал, ну чем бы заняться. И такой у меня был друг Ромка Ловся. То есть ты изготавливал зубы? Зубы. Ромка Ловся говорит, слушай, пошли в сломатологию. Деньги, банки. Просто слесарь это еще сложнее. Слушай. И вот, значит, я стал техником. Зубом. Проучился. И у меня такой был случай. Приходит на прием бабушка, старенькая-старенькая бабушка. Зубов вообще нет. Но это самое, в принципе, там простое. Значит, ей нужен съемный протез. Ну, чтобы в стаканчик на ночь. В стаканчик на ночь. Как мы снимали, как я эту там массу, надо снять мерку, это там отдельная тема, потому что там и слезы, это все. Ну, я не буду, там, не дай бог, ну, что с времени было. Ну, как можно дольше это вот. Ну, бабушка старенькая была. Бабушка старенькая. Я, значит, эту массу, я беру мерку, снимаю, открываем рот, она мучается бедная, вытащили, все, слезы текут. Я говорю, приходите через три дня, мы уже все сделаем. А вдруг она говорит, милый, открывает сумку, достает целлофановый пакет, и там два протеза, съемных, но старых, черных, как подковы. Я говорю, господи, что же такое? Она говорит, милый, вот сделай, как эти, говорит. Я их купил на Барахоловке 15 лет тому назад. И пока не треснули, и пока не треснули, говорит, ну вот. Я говорю, ладно, это вы все заверните, будет еще лучше. Она ушла. Короче, она приходит на примерку, я все сделал, примеряем. Она говорит, вот тут трет. Я помню, прищурилась, так что-то, знаешь, классно, там что-то где-то. Как там, что-то у нее. Все хорошо, говорит. Вот тут трет. Ну, я все сделал, подпилил, на следующий день она опять приходит. Ну, это пока он там протез приладится. Станет пока, да? Пока приладится. Второй день, трет день приходит, и все же это там, у меня же посетители. Ну, она пока здесь трет, тут, 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 тут. Щека болит, тут, тут болит, вот тут. Думаю, что такое? 7 дней вот так она ходит, или 8, потом в два раза исчезла. Две недели ее нет, и однажды я спускаюсь, я уже иду после работы. Бабуля попадается мне около поликлиники. Я говорю, господи, здравствуйте, вы так пропали, я уже думал, там все, не знаю, что трет теперь. Как, не трет? Она говорит, милая, спасибо, не трет. Все подруги мерили, никому не трет. Верю, что ты? Протестик, за весь дом. Верю. Итак, Александр верит. А зря, а зря. Я третье очко, а на нас, Валера, вручаю тебе и поздравляю с выходом в финал. Валерий Зимцов. Спонсор программы фирма Мелисса из Швеции. Дело было в армии. Так. Вот. Значит, приближался какой-то там юбилей очередной. А, выборы, господи. Замечательный юбилей. Выборы. И приказ поступил срочно написать лозунг о нерушимом блоке коммунистов и беспартийных. Вот сейчас об этом даже мало кто говорит. Такие были. Раньше были такие лозунги. Блоки, блоки такие были. Да. Вот. Значит, замполит нашей части дает команду старшине, который командует группой художников. Старшина бежит к нам в мастерскую на четвертом этаже над клубом, что надо через две минуты повесить лозунг. Вот. Мы, значит, говорим, есть. И как были в позах отдыхающих, так и остались. Вот. Он ушел. Через некоторое время замполит... Художники в армии. После завтрака сидим, отдыхаем. Не заставим. Да. Майор заходит через час, смотрит. Лозунга нет. Вот. Ловит старшину. Говорит, почему нет лозунга? Тот к нам на четвертый этаж. Почему нет лозунга? Мы говорим, сейчас, и у него на глазах раскатываем бумагу. Он уходит, удовлетворен, и сейчас будет лозунг. Мы опять отдыхаем. Вот. Потом думаем, нет, ведь, наверное, все-таки проверят. Думаем, надо сейчас быстро написать. Быстро пишем, сушим, идем короткой дорогой через антресоли, спускаемся на сцену, на сцене клуба вешаем этот лозунг, поднимаемся, и опять в позы отдыхающих. Пока мы это все провернули, майор поймал старшину третий раз, увидев, что нету лозунга, и зная уже, что едет комиссия проверяющих, и сказал ему такие слова, что старшина влетел, ну, примерно такого цвета, вот, влетел, и с криком, почему лозунг не висит, швырнул табуретку об стену, так, что она брызнула просто. Как Александр Македонский. Или как Чапаев. Нас сдуло просто, вот кто где сидел, сдуло просто. Чего такое? Потом один из художников, Юра, хватает стул, и запускает старшину с криком, висит! Старшина с этим стулом влетает в дверь, все это падает, после того, как старшина пришел в себя, он только спросил, правда висит? Спасибо! Класс! Много ли человеку надо? Главное, чтобы все висело вовремя. Думай, Коля, думай. Да. Это какая-то жизненная, правдивая, самая утверждающая история. Это какой-то пасквиль на советскую армию, в самую могущественную в мире. Не может быть такого, не верю. Николай не верит, а совершенно напрасно, и я третье очко, вот это Анас, вручаю Александру и поздравляю его с выходным в финал. Николай, мне очень жаль, мне очень жаль расставаться, но все равно от нашего спонсора на память о сегодняшней встрече примите. Вот, смотрите, как много от нашего спонсора. Вот эту вот соковыжималку и вот эту вот печь притюрницу. Ну, в лес. Николай Баранчев! Здорово. Почему не ты проиграл? Итак, сейчас в Блипубе начинается финальная игра, в которой играют, я еще раз напоминаю, художники-карикатуристы Валерий Зимцов и Александр Сергеев. Я так понимаю, что Александр все вдальше творит, по-моему, во время финальной игры. Итак, по 7 каверзных вопросов Валера, первый финал вышел ты, поэтому первый вопрос тебе. И веришь ли ты, что наряду с морскими коровами и бычками существует рыба-баран? Ну, знаешь, есть и рыба-корова, рыба-бычок есть, а есть еще и рыба-баран такая. Нет. Не веришь и правильно делаешь, у тебя первое очко, 1-0. Александр, вопрос тебе. И веришь ли ты, что в Воронеже мэром города было принято решение, по которому все платные туалеты раз в месяц должны проводить дни открытых дверей? Чтобы люди могли деньги не платить, воспользоваться услугами в Воронеже. Не верю. Не веришь и правильно делаешь, счет становится 1-1. Валера, вопрос тебе. И веришь ли ты, что в Африке маленьких крокодилов можно ловить на удочку? Ну, маленькие крокодилы. Можно. Нельзя, Валера. Нельзя, потому что обычно крокодилы ловят зазевавшихся рыбаков. Я бы сказал, воруют просто. А маленьких? А маленьких нельзя. Это щучку можно. Чет по-прежнему 1-1. Александр, вопрос тебе. И веришь ли ты, что пища, которую употребляет дятел в науке называется древесная долбятина? Я понимаю, что это вообще вопрос к Николаю, он же у нас специалист по птичкам. Но вот пока... Изважение к Николаю. Древесная долбятина. Дятел вот ест древесную долбятину. Верю. И веришь, а зря. Еще два прежнему 1-1. Валера, вопрос тебе. И веришь ли ты, что согласно последней просьбе Пифагора его похоронили в треугольном гробу? Нет, конечно. Не веришь и правильно делаешь, еще два-одинка в африке. Скажи, вопрос тебе. Веришь ли ты, что пассажирам японских авиалиний перед началом полета стюардессы раздают белые тапочки? Ну, как вот принято в Японии белые тапочки, чтобы легче лететь. Сразу же додел тапочки, приготовился и с японцами взлетаешь. Ага, верю. Веришь и правильно делаешь. Действительно, вот такой обычай на японских авиалиниях. Все два-два. Валера, вопрос тебе. Веришь ли ты, что новые русские стали устанавливать на входных бронированных дверях два глазка, чтобы удобно было смотреть? Нет, нет. Не веришь и правильно делаешь. Сейчас становится три-два в твою пользу. Еще и для носа. Итак, Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что в Древней Руси идиотами называли людей, в голову которых приходили разные идеи. И только после Октябрьской революции их стали называть идеологами? Не верю. Идиотами. Не верю. Не веришь и правильно делаешь. Сейчас становится три-три. Валера, вопрос тебе. Веришь ли ты, что похмелье не влияет на процесс, как ученые установили, не влияет на процесс принятия человеком решения? Похмелье не влияет. Не влияет. Действительно не влияет. Поэтому можно запросто пить с вечера, а утром похмелье не влияет. Счет 4-3 в твою пользу. Итак, Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что женщины-водители автобусов расходуют за смену гораздо меньше горючего, чем их коллеги-мужчины? Вот женщины, они такие экономные девчонки. Верю. Это действительно так, потому что у женщин такая менее агрессивная манера вождения, поэтому счет 4-4. Итак, Валера, вопрос тебе. Веришь ли ты, что в арабских странах собаки-девочки, как и их хозяйки, тоже носят паранжу? Нет, конечно. Ну идет хозяйка и собачки. Не веришь? Не веришь и правильно делают еще 5-4 в твою пользу. Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что с возрастом люди все меньше и меньше восприимчивы к запаху нафталина? Почему всех называют нафталин идет? Потому что люди восприимчивы, меньше восприимчивы к запаху вот этого продукта, я бы сказал, которым моль гоняют. Не верю. Не веришь, а зря. Действительно люди с возрастом все меньше и меньше. Счет 5-4 в пользу Валеры. Валер, вопрос тебе. Веришь ли ты, что утятницы охотники называют собаку, специализирующуюся по уткам, а хозяйки утятницы называют вот эту вот посуду, в которой утку готовят? Охотники утятницу собаку. Нет. Не веришь, а это действительно так? Утятницы охотники называют собаку, специализирующуюся на утках. Итак, счет 5-4. Итак, Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что у птиц, которые очень долго сидят и не летают, могут срастись крылья? Ну, птичка вот сидит долго. Нет. Не веришь, и правильное дело еще становится 5-5 и по одному дополнительному вопросу. Валер, вопрос тебе. Веришь ли ты, что бабка летучая это название бабочки? Бабка летучая. Нет. А это действительно так? Это действительно так? Бабка летучая это название бабочки? Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что у людей соотношение правшей и левшей примерно 9 к 1, а у обезьян наоборот? То есть, как правило, все левши у обезьян? Нет, не верю. Не веришь? А это действительно так? Это действительно так? Еще становится вновь 5-5 и еще по одному дополнительному вопросу. Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что после Петра Первого фразу здесь будет город заложен, повторял директор петербургского ломбарда, выбирая место для этого здания? Ты выходил человек на поле и говорил, здесь будет город. Веришь? А зря. Конечно же нет. Счет по-прежнему 5-5. И, Саша, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что при лунном свете можно загорать? Вот при лунном свете можно загорать? Можно. Можно. Это действительно так. Правда, лучи очень маленькие, но загорать все-таки можно. И поэтому Александр сегодня выиграет со счетом 6-5. И, пожалуйста, я прошу вынести открытки тех телезрителей, которые поставили на карту туз червей. Пожалуйста, быстрее выносите открытки. Александр, любую открыточку вот из этих выбирайте. Так, ну, какую самую красивую. Ну, вот эту. Вот эту. Красненькую. Итак, пока я читаю, то есть быстрее выносите телефон. Московская область, город Лобня-4. Ну, есть такой город в Московской области. Лобня-4. Улица Молодежная, дом 4А, квартира 52А. Чего у вас все время ААА. Евстратова Мария Николаевна. Мы вас поздравляем. Теперь в вашем доме будет звонить вот такой телефон с автоматическим определенным номером. И, кроме того, мы вам в подарок купы избранные, которые можно теперь уже купить повсюду. Ну, а мы продолжаем вас знакомить с участницами нашего конкурса на право вынести телефон. Вот девушка такая скромная. Она все-таки написала нам открытку. Да вы смотрите туда, вот улыбайтесь родителям. Вы знаете, нам пишут, нам все время пишут разные женщины разного возраста. Действительно, они хотят вынести телефон. Вот даже бабушка одна написала, хочу вынести и унести с собой телефон. Правда? Правда, самое интересное, что у бабушки даже телевизора нет. Но она слышала об этом конкурсе, поэтому, пожалуйста, продолжайте писать нам. Ну, а как вас-то зовут? Танечка. Танечка, вы счастливы? Да. Ну, улыбните, скажите, я счастлива. Я счастлива. Танечка, счастлива. Спасибо. Таня, пожалуйста, отправляйте еще падрюшу в Московскую область, вот в эту лобню 4. Спасибо вам большое. А, Таня, вот-вот-вот еще, смотрите, как быстро Александр вас нарисовал. Настоящий художник, карикатурист. Вот это вот Таня. Итак, за второе место, Валера, тебе от нашего спонсора я хочу сделать огромный подарок. Вот эти вот призы. И сразу очень много, все просто не унести. Вот этот вот пылесос и вот эта вот кофеварка Валерия Зимцова. Спасибо. Спасибо. Александр. Александр, вам за первое место от нашего спонсора фирмы Мелиссы из Швеции я с большим удовольствием хочу вручить вот эти вот призы. Их просто много. Чайник, миксер и микроволновая печь. Вот, бумажный цвет. Спасибо. Спасибо. Итак, сегодня в блядь-клубе играли художники-карикатуристы Николай Воронцов, Валерий Зимцов и Александр Сергеев. Ну а с вами, с вами, дорогие зрители, я прощаюсь. До следующей субботы. Всего вам доброго. Спасибо. Валерий Зимцов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok